А теперь, что еще зависит тоже от руководителя церкви, это организовывать учебу для пожилых. Слышите? Учебу для пожилых. Мне смешно даже. Я, когда пришла в церковь, и когда я стала читать лекции, у меня приходили все пожилые слушать. Потом, значит, я прочитала им весь курс. Прошло сколько-то времени. Просят меня, что уже новые люди появились, нужно повторить этот курс. Что вы думаете, кого я там увидела? Тех же. Тех же. Это удивительно. Молодые, они собрались, между прочим, где-то отдельно собирались, я и молодым читала. Но это было как-то отдельно. А вот на церковные общие лекции приходили все пожилые. Когда кто-то приезжает, кто-то какой-нибудь душепопечитель, ну, приезжий, кто приходит? Пожилые приходят. Вы знаете, что это не только потому, что у них как-то время посвободнее, это потому еще, что молодые, у них есть вкус к учебе. Это люди, которые давно читают Библию, давно размышляют. Значит, и вот здесь, пожалуйста, вам психологические наблюдения. Способность учиться, она почти не снижается. Это для меня было открытием. Но это вот научное доказательство. Способность учиться. С ходами не снижается, да? Нет. Падает скорость, но не умение учиться. То есть, падает скорость. Ты, может быть, с первого раза не воспринял. Быстрый темп мешает учебе пожилых людей. Темп уменьшить. И самый лучший темп, который они сами задают. Если нету дряхлости, совершенной дряхлости, то пожилые люди еще продолжают расти интеллектуально. У них открываются новые таланты. Они достигают целей своей жизни. Я уже рассказывала про свою подругу. Она пожилой человек. И ей, когда лет 60 было, она оставила чудесную работу. Она была декан Библейского института в Москве. Она оставила хорошо оплачиваемую, уважаемую, прекрасную работу. Я все радовалась. Я говорю, какая у тебя работа. Она говорит, это все еще не мое. Моего еще не видать. Это 60 лет. Сама она физик-электронщик оставила свою работу, когда в церковь пришла. Начала свою работу в церкви, на полы мыла. Что угодно, но в церкви. Потом на нее обратили внимание, в библиотеку поставили. Потом она стала прекрасным деканом. Так вот она оставила эту работу. И в своей такой небольшой пенсии платила за учебу на сессиях вот этих индуктивного метода изучения Библии. Она говорит, ради этого я родилась на свет. Она так и владела. Она с таким мастерством, с таким огромным успехом это делает. Это как-то легло на ее физико-химическое образование электронное. Ученый человек. Систематика по полочкам разложить до конца. Прояснить вопрос, не оставлять в тумане какие-то вопросы. Докопаться, доискаться. Систематическое такое мышление. Да, мышление. И на весь ее опыт ее жизни легло это. И годы работы деканом тоже, потому что она прекрасно может контактировать с любой аудиторией. Вот я уезжала, оставила ее стол, где карандаша не где положить. Все книгами, словарями. Переводами, библейскими словарями. Это же можно сказать, что вся жизнь ее была предыстория к тому, что... А мы с вами об этом уже говорили. Что в старости осуществляется то... Что молодость... Да. И мы говорили, что это целостность. Это вот не многие только ответили на этот вопрос. Комментарии о целостности. Предложено было дать комментарий к словам Цицерона или кого-то. Потому что когда в старости осуществляется то, о чем ты мечтал в юности. И получается жизнь в одно... Мы с вами говорили о биографии Лютера. Когда одно за одно, одно за одно. И вдруг оказывается, ты смотришь на всю жизнь, что с малых лет Бог его готовил к этой великой роли, которая дано было сыграть ему вот этот один звездный час. Здесь стою и не могу иначе. Понимаете как? И когда мы начинаем на свою собственную жизнь смотреть с такими глазами, то окажется тоже, что у нас направление, цель, смысл, и что Бог все использует. Это... Люди боятся, покаятся, что они отказаться от многого должны. Ну, хотя им все свидетельствуют, что ничего не пропадает. У нашего Бога, по великому его всемогуществу, у него ничего не пропадает. Пропадает все у плохой хозяйки у него. Морковка гниет, у него хлеб сохнет. У хорошей хозяйки ничего не пропадает. Все в дело идет. Мария Сергеевна, вот когда я уверовал, у меня было такое понимание. Я четко, вот ясно понимал, что Бог спас меня именно для того, что будет определенный какой-то момент в моей жизни, в котором я должен буду сделать то, для чего именно меня Бог родил на этот свет. Я не знал, когда это будет, во сколько, ну, всего этого я не знал, и что я именно не знал. Но знал, что Бог именно для этого меня спас, чтобы я сделал в определенный момент то, что он хочет от меня видеть. Вот это четкое было понимание. Знаете, что такое понимание у каждого должно быть? Осознание осмысленности и целенаправленности. Вот эта целостность, осмысленность и целенаправленность. Что ты шел не так вот, а оказывается, кто-то вел тебя. Любой человек, который пришел к Господу, он должен видеть, что оказывается, он не знал, еще как рассудком отрицая, как стихи мы читали, сердцем веровал в тебя, что оказывается, было такое чувство, что к чему-то меня Бог ведет. И вот поэтому могут быть новые, могут быть достижения цели жизни в старости, могут открыться новые таланты, и я рассказывала про эту нашу тафифу, где пожилые люди, кто вышивает, кто вяжет, кто плетет, и такие чудные вещи, их на подарки берут, их труды. Вот. Поэтому организовывать учебные группы, это задача уже руководства церкви. И знаете, что интересное, какая деталь? Трогательное. Надо, чтобы... Ну, я буду говорить так, пресвитер, может, это не пресвитер, может, кто-то назначенный. Ну, я буду говорить пресвитер. Он должен показывать, что ему очень интересно, чем занимается эта группа. Он должен давать задания, проверять и оценивать. Задание – выучить стихи, потом сказать, потом похвалить. Вы понимаете ли? То есть, если у пресвитера будет такое, что, если бы там дитя не тешилось, лишь бы не плакало, чем-то занять их, это не пойдёт. Они должны видеть, пожилые братья и сёстры, что пресвитер заинтересован в их росте, в их навыках, умении, или в заучивании, или умении объяснить и истолковать. Или же там у нас во всех церквах поощряются, когда выходят пожилые, читают стихи. Ну, это свои стихи. Иногда это бывает даже тяжко, потому что всё-таки люди же не специалисты, но иногда они читают прекраснейшие стихи. Я многие, многие такие первые поэзии современные узнала через чтение, когда пожилые читают стихи. Помню, я была потрясена совершенно. Я в церкви услышала, кто-то читал. Господи, помилуй женщину. Наверное, знаете, да? И женщина, и там описано, и такая, и этакая, и разэтакая. И ответ Божий. И сказал Господь мне, милая, я их всех давно помиловала. Это такой очень замечательный труд, эти стихи читать, наизусть писания заучивать. У нас в Гатчине такое служение есть. Большое время выделяется для того, чтобы могли выступить. Прямо время. Это, может быть, полчаса дано. Стихи читают, свидетельства. Иногда некоторые выходят и просто стоя, без Библии в руках, читают какой-то псалом или какой-то отрывок. Понимаете ли? И вообще вот это чтение Библии. А другой пример, я у нас никогда не видала это. Я видала это в Англии. Вышли ребятки, подростки, и они с кафедры по очереди читали псалом по очереди. Церковь умиленно слушала. Для детей как это было важно. Уже не пожилые люди, а дети. Какие-то части Библии наизусть читали. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Это хорошо понятно. Это группа изучения Библии в церквах. И это группы учебы. Значит, изучение Библии это одно, учеба другое. Учеба это какая-то, может быть, какая-то тема богословская изучается, сопровождаемая заучиванием наизусть частей Библии. Вы знаете, что обнаружилось? Что пожилые, это у нас как ударный отряд в церкви. Они лихи на подъем в благовестии. Когда какие-то праздники, когда у нас массовое такое благовестие идет, отряд пожилых идет. Как они беседуют с прохожими, как ласково, как солдатиками, какие подходы находят. Это удивительные миссионеры. Это еще одно направление. Тут и учеба, тут и разбор Библии. А это вот такой миссионерский труд. Прямо летучие отряды. Молодежь стесняется, а пожилые смело идут беседовать к метро. Идут беседовать. Я рассказывала, в Луге у нас три дряхлые сестры. Они не могут даже ходить. Они сидят в парке на скамеечке. У них в руках Библия. И они приглашают. Когда проходит, или кто-то приглашает, не хотите ли послушать Библию. Иногда видят Библию, они сами подходят, к ним подсаживаются. Это у них как на работу. В определенное время, в любой день. Если только не совсем проливной дождь. Вот они по телефону. Выходим, выходим. На пост. В этот парк. Люди уже знают. Вы понимаете, как такое придумали себе? Так что благовестницы, миссионеры пожилые. Ну и теперь какие нужды надо встречать у старых? Это тоже, Андрей, это все психология. Вы знаете, что это возрастные задачи. Тут они называются научным словом адаптация. Адаптация – это привыкнуть, обойтись, справиться к снижению физической силы и здоровья, к отставке и меньшему заработку, к смерти супруга. церковь помогает адаптироваться к этому. Справиться с этим. И даже такие нужда. Как помочь людям справляться с потерей работы, друзей, супруга и денег. С возрастом это обязательно происходит. У молодых это не проблема. Потерял одно, нашел другое. Пожилой потерял, так он уж потерял. И надо помочь. Здесь помогают и проповеди, здесь помогают и группы, вот эти вот, которые учебные группы, трудовые такие группы, миссионерские группы. Вы знаете, что мы же все любимое мне место. Я его как-нибудь красиво напишу и повешу перед глазами Ефесиным. Это из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Здесь очень много мыслей. Вы понимаете, что мы, церковь, это всякие взаимно скрепляющие связи родственные, деловые, групповые, принадлежность просто к одной церкви. Мы с какой радостью обсуждаем дела церковные, когда я со своими сверхницами встречаюсь, пока по дороге иду к церкви. Дорога длинная, можно о всем переговорить. Поэтому такие связи. И при действии в свою меру каждого члена, то, получается, растет тело, но расту и я, как член этого тела. Церковь не может быть одинокого человека, не смеет быть одинокого человека. помню, когда был у нас пресс-фитером коновальчик, он тут с Филепа поступал, он выходил, значит, и мыет молодежь, группочка там, группочка здесь, встретились довольны, он разгонял. Вы видите, солдатики пришли, стоят в уголочке, подойдите к ним, пригласите их в церковь. Вы видите, вон, проходят и заглядывают, что там такое написано на церкви, пригласите их. Ну, что же вы заняты только друг другом? Обратите внимание на людей. Поэтому помочь справляться и делиться своими мыслями. И потом такой вопрос. Как мы, как церковь, мы можем как помочь найти смысл жизни и смерти? Как подготовиться к смерти? У многих пожилых людей имеются такие нужды. Так, вы знаете, как подготовиться к смерти? если если нужно подготовиться к выходу на пенсию, то тем более нужно готовиться к смерти. Знаете, что я сейчас вам поделюсь просто мыслями, которые я собирала из проповеди западных проповедников, потому что у нас на эту тему как-то не говорят, как приготовиться к смерти. А там они очень по-деловому говорили. Вы понимаете, человек не должен после себя, после своего ухода оставлять хаос и хвост нерешенных проблем. Поэтому ты должен подготовиться к смерти. И об этом нужно говорить. Знаете, у нас есть бизнес недвижимости в церкви. И брат, который руководит этим, он регулярно выходит перед церковью и говорит, братья, сестры, имейте в виду, если вы одиноки и вы умрете, то ваша квартирка или ваша комнатка, она отойдет государству. подумайте о завещании. Если может у вас нет близких, отдайте церкви. Не надо, чтобы это пропадало. Подумайте. То есть у тебя что-то есть, но подумай об этом. Напиши, вырази свою волю. Не бросай все это на самотек. Ну и потом беседы. Я некоторые места заложила, поделюсь с вами, что в Библии написано о той жизни, которая ждет нас. Об этом можно говорить. И так, что еще тут такое психологическое есть. Особенности пожилой аудитории, когда мы занимаемся с ними, с вами, с нами. Так. Часто пожилые слушатели не принимают новые идеи, потому что не убеждены, что новые лучше, чем старые. Предлагается для учебы, когда группа пожилых людей, создать климат от доверия и неформальности. И еще у пожилых людей может быть чувство неуверенности в себе. Это надо учитывать. Хотя мне это странно. Неуверен в себе молодые, понятно, они не знают, кто они такие, что они могут, чего они могут, но пожилые неуверены в себе, потому что немощи. Немощи физические, а ты делаешься неуверенным и в умственном, и в интеллектуальном плане. Это тоже учитывать, ободрять нужно. Темп урока подходящий. И лучше иметь избыток времени, чем недостаток времени для урока. И непременно должны быть моменты не тогда, когда руководитель говорит, а дать возможность побеседовать членам церкви. Потому что беседа или малые группы, рассказ своих историй, использование видеокассет, очень хорошо. Заниматься не только в аудитории, но подготавливать служение в церкви, в обществе, экскурсии проводить, семинары проводить. Все можно делать с пожилыми. Это все встретит очень живой открик. Вы знаете, когда я нахожусь среди своих сверстников, то я совершенно у себя дома. Потому что это люди обязательные, это люди ответственные, дисциплинированные. Все прошли школу работы, когда опаздывать нельзя, когда пропускать нельзя, когда нельзя недомоганием своим придавать большое значение. Понимаете ли? И поэтому очень комфортно среди своих людей, которые все так же понимают. В общем, я очень хотела убедить всех, что в церквах нужно давать возможность раскрыться этим талантом, наладить связи между собою, проявиться способностям. И самое большое открытие, которое я, изучая эту психологию, получила, что могут учиться, и это не меньше, чем в молодости. Продуктивно. Продуктивно. И память, и запоминать, все, все могут. уроки позднего возраста, они непростые. Это не информация и не навыки. Человек учится экономить свои силы, управлять стрессом, понимать, что жалость к себе и негодование самые вредные наркотики. И нужно учиться переносить то, чего не можешь изменить. Вы знаете эту знаменитую еврейскую поговорку, да? Нужно учиться переносить то, чего не можешь изменить. Значит, надо это понести. Вот все, что я перечислила, это называется избегать самоубийственного поведения. Это убивает. Поэтому нужно экономить свои силы, управлять стрессом. вот это отлично. Управлять стрессом, знаете, как ты управишь его? Отойди, закройся в комнату, успокойся, помолись Господу. И надо понимать, когда тебе жалко себя, ой, я бедный, это вреднейший наркотик. Та же гордость, только в обратную сторону. негодование. Вы знаете, столько вещей, против которых негодовать хочется, особенно когда ты видишь, что какие-то решения, может быть, странные или неразумные принимаются, поведение какое-то, тоже кризис идет, негодование впереди, сколько мы будем слушать. Вы знаете, это нельзя. как будто это приключение для тебя странное. Нормально все. Нам Господь сказал, что не будет все лучше и лучше. Он знаете, прямо сказал, будет хуже и хуже. И в последнее время времена будут тяжкие. Это единственная книга Библии, которая говорит, что будет хуже и хуже. И что придет конец всей земле. А мы православная Россия, верующая в Бога, говорим, что у нас скоро будет хорошо, чудесно и лучше. Да. Понимаете как? Поэтому я очень люблю для молодежи говорить, что мы не воздушные создания. Мы жилистые петухи. Со всем справиться, все перенести, и Господь много раз говорит, что ты на другого негодуешь, а сам делаешь тоже. Я вот не знаю, пример такой есть, я не помню, чьи армии. Даже солдатам запрещалось, если, допустим, он не согласен с командиром, ему запрещалось тут же высказывать ему, это по поводу гнева, и он должен был там поесть, попить, отдохнуть, там час, два или три, только после этого он мог писать жалобу на своего командира. Замечательный совет, потому что, когда ты подумаешь, ты выразишь это не в криках, а в каких-то словесах. Ты словесно все это выразишь. Вы знаете, что нам речь-то на, но мы же часто не умеем пользоваться ею, уж не говоря, какие слова там выскакивают ненужные, которые не достигают цели. Ты хочешь человека вразуметь, а ты кричишь на него. Тем самым настраивая против себя. То есть совершенно это бессмысленно. Я же вам говорила, вот эта умная женщина, которая написала преодоление барьеров, она сказала, все человеческое, оно смешно. Мы сами на себя посмотрим, это очень смешно. Иногда, знаете, что когда пройдет период негодования и гнева, такой смех здоровый наступает. Что ты себе, как ты все это понимал, когда ты вот вопил и кричал и возмущался. Понимаете, это великая вещь, когда ты можешь посмеяться потом над собой. Ну вот. Ну и вспомним опять Платона. Кто обладает спокойным и веселым нравом, едва ли почувствует бремя старости. А у кого противоположный склад характера, и юность, и старость, это одинаковое бремя. Толстой сказал, не тот живет больше, кто живет дольше. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok